Оборонно-промышленная конференция США и Украины станет логическим продолжением Международного форума оборонного сектора, организованного Украиной 29 сентября. Как ожидается, делегации из Вашингтона и Киева обсудят долгосрочные обязательства Соединенных Штатов по поддержке ВСУ, экономическому восстановлению Украины и совместные договоренности по укреплению сотрудничества между двумя странами в области промышленности, вооружений и безопасности. Бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала Freedom заявил, что эти переговоры могут дать толчок производству оружия на территорию Украины. Надеюсь, что будут приняты решения о разрешении американским оборонным предприятиям работать в Украине, где есть не только большой опыт, но и большое желание обеспечить быстрое восстановление. Конечно, администрация должна отказаться от той робости, которая характеризовала её общий подход. С тех пор, как Москва начала большое вторжение, они неохотно позволяли любым лицам, связанным с американской армией в любой форме, находиться в Украине. Это нужно изменить. Надеюсь, что это произойдёт. Говорю «надеюсь», потому что не уверен, что это произойдёт. Но я знаю, что люди пытаются помочь убедить администрацию сделать это. Накануне украинская делегация провела переговоры с советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Стороны обсудили будущее голосование на Капитолийском холме, в рамках которого будет рассматриваться будущий бюджет поддержки Украины Соединёнными Штатами. Ранее Джейк Салливан призвал законодателей немедлить с выделением средств для Украины. Без действий со стороны Конгресса администрации к концу года не хватит ресурсов для закупки дополнительного вооружения и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования и запаса вооружённых сил США без ущерба для собственной боеготовности. Ресурсы, предоставленные Конгрессом для Украины и других потребностей национальной безопасности, приостановили продвижение России в Украине, помогли Украине добиться значительных военных побед, включая освобождение более 50% территорий, которую ранее оккупировала Россия. Также это отразилось на нашем собственном оборонно-промышленном комплексе, стимулируя и расширяя производственные линии и поддерживая высокооплачиваемые рабочие места во всей стране. Теперь решение за Конгрессом. Салливан добавил, что члены Конгресса, не поддерживающие выделение помощи для Украины, в итоге голосуют за результат, который облегчит Путину достижение своих целей, и этого допустить нельзя. В свою очередь, сопредседатели Конгресса у украинского кокуса Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Майк Уигли опубликовали заявление с призывом утвердить предложение президента США Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Украине. Мы находимся на критической стадии войны Украины против российского вторжения. С каждым днём, когда мы не посылаем дополнительную военную помощь, Путин становится только сильнее. По мере того, как запасы и боеприпасы в Украине уменьшаются, российская армия становится могущественнее. Если не предпринимать действий, это приведёт к победе Путина и поставит под угрозу судьбу уязвимых демократий по всему миру. Пришло время для Конгресса сделать то, что правильно для Украины и мирового порядка. Мы должны немедленно предоставить дополнительное финансирование, чтобы помочь Украине в следующем году боевых действий. Из заявления сопредседателей Конгрессового украинского кокуса. Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он уверен и оптимистичен в одобрении Конгрессом дополнительных средств для Израиля и Украины до праздников. При условии достижения соглашения по изменениям в политике безопасности, на границах которых требуют республиканцы. Президент Байден же заявил, что отказ от поддержки Украины – абсолютное безумие. И это противоречит интересам США, поэтому Белый дом будет работать с законодателями, чтобы продолжить оказывать помощь. Майк Хоффман из Вашингтона для телеканала Freedom.